Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Деяния Апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 14 главу. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Первый текст и стих Священного Писания, и не хочется продолжать дальше, потому что он говорит о многом, и необходимо на нем остановиться. Икония. Известный город. Именно здесь, под влиянием проповеди апостола Павла, пред его мощным и ярким словом о Христе Спасителе, уверовала известная и почитаемая в православной церкви святая великомученица равноапостольная Фекла. Она действительно была молодой еленкой, молодой девушкой и так полюбила Слово Божие, что дала обет безбрачия. Хотя была очень красива собой, из нее сватался, так если можно сегодня уже сказать в нашем понимании, сам император хотел взять ее в жены. Она всячески старалась ему сказать о том, что она любит Христа и что она ему посвящает полностью всю свою жизнь по своей свободе воли. Но эти слова языческого царя не убедили, и он даже пытался изнасиловать ее. Когда она оттолкнула его от себя, сорвала с него корону, как описывается в житии святых, и порфиру, то он разозлился и велел ее казнить. К удивлению ее мать, святой Феклы, тоже сказала, сожгите ее в центре города, пусть она умрет, дабы другим было неповадно веровать во Христа, исповедовать святую эту веру, которую они считают святой. Этот город действительно известен еще и тем, что много там событий, но если говорить именно о иконе и ранних веках христианства, то здесь именно уверовала и такая известная святая, как Пороскева Пятница. Мы видим, что особенно то, что касается I века, это 30-й год, связанный с жития святых, святой раноапостолем Феклы, она проповедовала Христа и умерла своей смертью в 90 лет. На месте ее смерти, где она спасалась в пещере, был впоследствии основан святой монастырь. Мощи святой Феклы есть в Сирии, есть в Ватикании, и в небольшом монастыре города Козельска ее ланита, в монастыре, посвященную в честь святой раноапостольной Феклы. Нельзя было об этом не сказать, несмотря на то, что мы вникаем в текст именно экзегетический, но тем не менее такой исторический факт и такую великую святую пропустить было нельзя. Ее казнили, ее сжигали, пошел дождь, натравили львов, как рассказывают жития святых, но выпустили льва, выпустили и быка, и выпустили крокодила, чтобы там как-то отловили его, чтобы он ее разгрыз, и чтобы посмеяться, и потешиться. Но львица, как написано, встала в защиту против этих животных, защитила святую Феклу. Дали ее и топили, и что только с ней не делали, но Господь так по своей милости ее освобождал, что, как я сказал, она дожила до 90 лет. То есть любящим Богу все содействует ко благу. Почему она зовется равноапостольной? Она проповедовала Христа, и тысячи, и тысячи, благодаря ее проповеди, уверовали во Спасителя. Поэтому, когда говорят о том, что женщина — это слабый пол, всегда хочу напомнить, что слабый пол — это гнилые доски. Когда читаешь действительно жития святых таких людей, то поражаешься их мужеству и их верности Богу. И мы читаем далее второй стих. «А неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смея действуя о Господе, который, во свидетельство слова благодати своей, творил руками их знамения и чудеса». Мы видим, что апостолы проповедуют, но им препятствуют, как и препятствовали Христу иудеи. Они препятствуют различными способами, встроят различные козни, подговаривают, как сказано, язычников. Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. «Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы постромить и побить их камнями, они, узнав о сем, удалились в ликоонские города Листру и Дервию и в окрестности их». Когда мы читаем все эти события, видим проповедь апостолов, верующие люди, месть иудеев, преследование иудеев, подстрекательство язычников иудеями. И апостолы удаляются в другой город. Некоторые усматривают в действии апостолов бегство, бегство от мученичества и бегство от страданий. На самом деле это не совсем так. Мы знаем с вами из Евангелия, что когда и Господу Спасителю Иисусу Христу угрожала опасность, то он удалялся от нее. Это было не бегство, а то, что сказано в Евангелии, не искушая Господа Бога твоего. А вот, например, в Евангелии от Матфея, 10 глава, 23 стих, мы читаем следующие слова. «Господь Иисус Христос советует своим ученикам, и по сути они поступили апостолу по совету Христа, когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете пойти городов израильских, как придет Сын Человеческий». То есть сам Господь советовал не подвергать свою жизнь напрасно каким-то искушениям и испытаниям. «Дан будет крест, неси, а сам специально не нарывайся и не ищи». Итак, вот по этому поводу есть множество высказаний у отцов церкви. Святитель Иоанн Златоуст замечает. «Самое то, что слушающие веровали, были из числа знамений, этому свидетельствовало их дерзновение». То есть мы прочитали и про знамения, которыми сопровождалась проповедь апостолов. Это говорит о том, что знамения нужны были для подкрепления самих неверующих людей. Как сказано апостолу Павлу в посланиях Коринфянам, 14 главы, «Языки и суть знамения не для верующих, а для неверующих». То есть тогда, когда апостолы получали знамения говорения на иных языках, которых они не знали, они были даны для неверующих. И любое знамение и чудеса не даются для неверующих. Если и какое-то утешение получают в этом верующие, то снова-снова повторю, только лишь для подкрепления, ну и такого утешения веры. Мы не ищем чудес, да, как елены ищут чудес, чудес, иудеи, знамений, а мы проповедуем, как писал апостол Павел Иисуса Христа, притом распятого. И мы читаем далее. И когда они ушли в те города, 7 стих так и говорит, чем они там занимались. И там благовествовали. То есть гонят из одного города, идем в другой. Так, в общем-то, надо и поступать в нашем миссионерском служении и в нашей жизни. Не хочет нас слушать один человек, пойдем к другому. Тот, кто хочет слушать. Не хочет третий, пойдем к другому. Не хочет этот, будем искать другого, других людей, которые готовы будут открыть свои уши и сердца для проповеди Евангелия о жизни вечной в Христе Иисусе. Восьмой стих. Что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря, по-лякинские боги в образе человеческом сошли к нам. Видим, что апостол Павел, проповедуя Слово Божие, увидел в этом человеке, который сидел хромой от больной ногами, то есть не мог ходить даже, парализованный, от рождения, и все его знали. И вот здесь очень интересно, надо на это обратить внимание. Апостол говорит, что он увидел, евангелист Лука говорит о том, что он увидел веру в этом человеке. Вера как дар. Действительно, вера бывает как дар. Бог одному дается дары веры, другому дары исцеления, как пишет апостол Павел, третьему дары вспоможения четвертому, и перечисляет все дары, которые можно прочитать. Я вот всегда советую нам с вами иметь священное писание под рукой. Это всегда помогает нам не голословно, а подкреплять все свои слова Словом Божьим. Это 1 Коринфянам, глава 12. Дары различны, пишет апостол Павел, но дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же. Но каждому дается произворение духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другого слова знания, тем же духом. Иному вера, видите, тем же духом. Иному дары исцеления, тем же духом. Иному чудотворения, иному пророчества и так далее. То есть вера рассматривается так же, как и дар. Вера бывает, когда человек приобретает последствием знаний, то есть он ее укрепляет, как некое зерно. А бывает дано вот так вот по промыслу Божию человеку. И в этом человеке апостол Павел видит веру, что он имеет веру для получения исцеления. То есть, слушая проповедь апостола Павла, Бог подарил ему эту веру. И он его исцеляет по его вере. И как мы видим, что от радости он не просто встал, не просто пошел, а вскочил. И, скорее всего, побежал. Конечно, из всю жизни не ходить, а потом получить это исцеление. Ну, какова реакция народа? Как описывается дальше, народ увидел, так как они были язычники, их мировоззрение было языческое, и они подумали, что апостолы, коль они творят такие чудеса, что они боги. То есть, греческое мифологическое представление о богах. И вот они Варнаву принимают, как сказано в 12 стихе, за Зевса, а Павла назвали Ермием, потому что он начальствовал в слове. Мы говорили с вами, что, несмотря на то, что апостол Варнава был старше апостола Павла, годами, тем не менее, он специально, помните, пошел за ним в Тарс, нашел его, он понимал, что проповедь апостола Павла, она звучит намного ярче и намного сильнее. И он уступил им этому это право, апостолу своему, в общем-то, сподвижнику и соратнику в говорении и проповеди Евангелия. Мы говорили в прошлой беседе, что как это важно, как это важно усматривать, кто действительно имеет какие-то дары, которые превосходили бы наши, и дать этому человеку, что называется, просто зеленый свет, то есть если получается лучше. Я помню, когда-то святейший патриарх на одном из собраний миссионерских сказал на одном из съездов, что делайте то, что у вас лучше получается в служении Богу. Вот это действительно очень важно обнаружить в себе, и чтобы люди подсказали, что вот это тебе лучше получается, делай это. Не стоит заниматься не своим делом. Здесь это яркий пример из этой истории. И мы видим, что апостол Павел, как и язычники этим заметили, назвали его Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жред же идолы Зевса, находившись перед их городом, приведя к воротам валов и прочие венки, и, принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. То есть они собирались им поклониться уже как богам. Но апостолы Варнавы и Павел, услышав фасемы, разодрали свои одежды и бросившись в народ, громкогласно говорили, мужи, что вы делаете? И мы подобны вам человеки. И благовествую вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу Живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них. Заметьте, апостолы не желают себе никаких почестей, тем более таких. Но как звучит проповедь апостольская к язычникам? Разве апостолы начинают говорить о том, что, как это было у пророка Исаии, или как мы слышали, это у псалмопевца Давида, «Вот ты, сын мой, я ныне родил тебя». Нет. С чего начинают свою проповедь этим еленам и язычникам апостолы? С того, что Бог является творцом этого мира. Для них это очень важная новость, потому как древнегреческие мифы, они говорили о разных происхождениях, разные были представления о происхождении этого мира. Фалес, например, говорил о том, что мир произошел из воды, Аристотель был материалистом и говорил, что весь мир произошел из мертвой материи. Поэтому, если внимательно почитать греческую философию, то надо сказать, что то мировоззрение, которое вырвано сегодня идеологией атеизма и эволюционизма, она не новая. Это синкретизм всех мифов, которые были как в еленской культуре, так и в мифах Древнего Востока, например, даосизма, буддизма и прочих языческих религий. Это все очевидно, да, и поэтому апостолы утверждают самую главную истину. Они не говорят даже о Христе сначала. Они не говорят о ветхозаветных пророчеств, потому что еленам они не знакомы. Они утверждают главную истину. Бог — творец и промыслитель мира. В общем-то, это хорошая подсказка любому миссионеру, с чего он начинает свою проповедь. Именно с этого. Людям, пораженным таким сознанием происхождения мира из ничего и происхождением там или из какого-то там большого взрыва или еще прочие-прочие вещи, которые сегодня есть в научных так называемых гипотезах, всегда повторю, что гипотеза — это не факт. Помните Дени Дедро, этого французского энциклопедиста? Он очень прекрасно говорил и удивительный его тезис. Он говорил, помни неизменно. Природа — не бог, человек — не машина, а теория — не факт. Поэтому все предположения, которые сегодня есть, и гипотезы, они научными могут называться только как гипотезы. А что такое гипотеза? Предположения. Что такое предположение? Ну, миф. То есть человек так вот подумал, что, возможно, это может быть так. Итак, апостолы это понимают, знают, и поэтому первые слова, которые звучат из их уст, отвратитесь от ложных богов, даже не говорят от ложных богов, они говорят от ложных, мнений и представлений. Да, очень важно здесь это заметить. Не говорят от ложных богов, от ложных. Видите? Внимательность им прочитать. От ложных — к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море и все, что в них. Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Видите, они говорят о том, что много всяких религий, и Бог попустил ходить людям своими путями. Как говорил об этом Господь Иисус Христос, широки врата, и пространен путь, и многие идут ими. И узок путь, и немногие находят его. Узок путь в Царстве Божием. Как об этом говорил и древний пророк, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Так и апостолы говорят, что Бог попустил ходить путями, но далее продолжают, «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы, и идти каждому домой. Между тем, как они оставались там, учили из Антиохии и Иконии, пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». Видим, опять вмешиваются иудеи, опять они стараются настроить народ, опять они говорят о том, что не стоит слушать апостолов, что они обманщики. «И возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Страдание первое претерпевает апостол Павел от рук язычников, как побивали камнями. Там было несколько вариантов. Один из таких сначала человека возводили на какую-то возвышенность, обычно составляла там 2-3 метра, бросали оттуда вниз головой, а потом добивали камнями. Это был один из вариантов. Другой человека закапывали по горло в яму, чтобы он не дергался, не шевелился, чтобы быстрее его убить. То есть голова оставалась наружу, и голову побивали камнями. Видно. Апостола Павла все-таки сбросили сначала с вершины, а потом, как Ситилян Затауст пишет, что он выбрался из этой груды камней. Итак, апостол Павел, будучи побиен камнями, выходит далее, и мы видим, что проповедь его не ослабевает от этого. как сказано о том, что многими скорбями, они будут это в дальнейшем учить апостолов в 15-й главе напоминания апостолов, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Об этом, в общем-то, говорил и Господь Иисус Христос, как был, как меня. Можно прочитать, всегда говорю, зачем придумывать, когда есть под рукой Священное Писание. Это слова из Нагорной проповеди. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать» 5.11 «И всячески неправильно засловить за меня, радуйтесь и веселитесь, и велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Действительно, и пророков побивали, и убивали, и пророк Исаия, как мы знаем, был перепилен пилой деревянной за свою проповедь. Вот Священный Анзотоуст пишет по этому поводу следующая цитата. «Поверьте мне, и теперь можно терпеть страдания лютия тех, какие претерпел Павел. Тогда побивали его камнями, а теперь можно быть побиваемым словами, тяжелее камней. Что же надо бы делать? То, что он делал. Он не возненавидел побивающих его, но после того, как извлекли его вон, опять пошел, опять пошел, как пишет об этом Светлян Златоуст, пошел в город, чтобы благодеятельствовать столько оскорбившим его. Если и ты перенес оскорбление от обидчика, поступившего с тобой несправедливо, то и ты как бы побиваем был камнями. не говори, я не сделал ничего худого. А Павел, что сделал такое, за что бы побивать его камнями? Он проповедовал о царстве, отклонял от заблуждения, приводил к Богу. Это достойно венцов, достойно славы, достойно неисчислимых наград, а не камней. И, однако, он потерпел противное. Но это и есть блистательная победа. Действительно, блистательная победа никогда нам дает очередную церковную награду, а блистательная победа это когда мы претерпеваем за свое служение, за слово Божие, хотя бы хлесткое побивание человеческими словами. Итак, апостол идет дальше проповедовать, как об этом и сказано, когда ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавы в Дервию, проповедовав Евангелие всему народу и приобретя довольно учеников. Они обратно проходили в Листру, Иконию и Антиохию. Это первое путешествие миссионерской апостолы Павла, Листра, Икония, Антиохия, где впервые начали называться христианами, и 22 стих, для чего они это все делали, для чего они ходили, утверждая душу учеников, увещевая, пребывайте в вере и поучая, внимание, в 14 главе в этом сказано, в 15-й, в 14-й, пребывайте в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Это ответ всем тем людям, которые ищут комфортного христианства, безмятежного, тишь, да, такая вот, болотца такой вот, создать себе, все хорошо, вот, послужили, пошли, покушали, в развалочку пришли, вот, не тросит наш, моя хата с края, ничего не знаю. Это не христианство. Таким христианством, таким, такому христианину не войти в Царствие Божие. Многими скорбями и Господь Иисус Христос, и апостолы утверждают своих учеников, что дьявол, он, враг рода человеческого, о нем сказано, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Это личность активная, которая только и ждет, как бы подставить подножку и как бы выстроить свою кознь против верующего человека. Поэтому нам нужно быть к этому готовы. Не к блаженству и не к вечному какому-то торжеству православия на земле не будет этого. Это ошибка. Невозможно построить Царствие Божие на земле. Это ересь. Она была осуждена, ересь хелиазма, ересь постмиленаризма. Она была осуждена на соборах. Не будет Царствия Божия на земле. Ищите прежде Царствие Божие, но не на земле, а во Христе, где Он Царь Царей. Поэтому апостолы предупреждают, к чему надо готовиться. И нам надо предупреждать. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров, к каждой церкви они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Видимо, апостолы, как имеющие на это право и власть от Бога, устанавливают в церквах пресвитеров, священников, которые могли бы совершать и таинство, и руководить народом Божиим. Потом, войдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав Слово Господне, в Пиргии сошли в Аталию. А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. Прибыв туда, собрав церковь, они рассказывали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь вероязычникам. И пребывали там немало время с учениками. Видим, что проделал свое миссионерское путешествие. В каждом городе, где бы они не останавливались, они проповедовали Христа и при том распятого. Мы видим, что вот эти города, если географически посмотреть, где они находятся, это сегодняшняя современная Турция, а Антиохия это сюда, к Сирии, поэтому нужно было проплыть какое-то пешком, трудно преодолеть, нужно было проплыть какое-то расстояние. Целью проповеди апостолов было обращение людей и утверждение церквей, которые уже были созданы ими. Вот об этом рассказывает 14 глава, хотя она не очень пространна по своему содержанию, именно в написании, но емкая по своим событиям.